приветствую всех зрителей моего канала это пятая часть видео прохождения игры majesty выбираем следующее задание как правильно меня исправили два зрителя я оказывается случайно выбрал задание мастера не новичок именно поэтому там была первая волна такая сложная ну относительно предыдущих заданий с минотаврами причем что интересно если вот миссия эксперт то там эти волны будут до конца игры ну и для конца того задания который вы должны выполнить на этой карте ну что что да давайте сейчас опять новичок или попытаться двух новичков сделать и перейти уже к мастерам мы посмотрим может и буду чередовать ваше величество хотят чтобы превратить эту болотистую местность вместо пригодное для жизни предстоит еще много сделать я уверен что мы сможем осуществить мечту вашей матери я предлагаю начать с малого и понять как мы можем использовать эту болотистую землю с наибольшей выгодой для себя возможно постройка арены в центре этой трясины будет достаточным доказательством ваших достижений и возможностей было бы странно если действительно монархи хотя так и было много там было казусов исторических руководствовались бы постройка арене в болоте для доказательства достижения возможности но хотя один город который построен болоте и загублено огромное количество жизней только из-за желания одного монарха я думаю многие знают так что нам нужно для победы задание построить арену все больше ничего можно издевать сделать что хотим доверять всякие хитрости хорошо что сразу есть узня значит сразу все будет дешевле на 5 процентов сразу как обычно ставлю гильдию воров можно углубиться рассказать почему именно так да есть проблемы если появится скелет начнут конечно потери но плюсы перевешивать этот минус который не всегда может случиться плюс со скелетами у вас может справиться охранники замка а в чем плюсы первое у вас есть возможность вымогать в начале игры конечно не столь важно вымогать ради ускорения получения денег учитывая что вы теряете по моему 30 процентов сколь важно если здесь набегут монстры то ваших сборщика налогу постоянно резать одно дело резать когда они только вышли из замка совершенно другое подание уже деньги несут поэтому лучше таких агрессивной такой ситуации опасной именно вымогать деньги а не ждать что принес много потери сборщик налогов до первого момента второй момент что для того чтобы увеличить замок нужно четыре героя ну и быстрее всего строится дешевле всего как раз воры сделали можно хоп получили замок и именно за того что обычно начальная сумма очень мало ну то есть на такая чтобы буквально сделать рынок и построить замок ни о каких башнях речи не идет в начале игры а уже когда далеко продвинулись в прохождении карты тогда уже можно подумать о башнях но они уже нужны не для того чтобы сюда носил сборщик налогов деньги потому что при большом королевстве вы по-любому будете вымогать потому что пока обойдут все эти точки ваши сборщики можно не дождаться этого момент такие вот нюансы первый момент вымогательство второй момент ну давайте пойдем сразу второй момент быстро и дешево получить четырех героев для увеличения замка повторюсь есть моменты когда башни действительно нужны обычно если строить торговый ларек особенно удобно его строить в том направлении в котором находится ваши враги ну то есть пример чужое поселение тогда будет и деньги идти и ваши герои перебегая из вашего королевства нападая на соседние по дороге будут иметь перевалочный пункт его там желательно поставить башню чтобы она защищала торговый ларек опять же пытаться защищать все пути от торговых лареков тоже нет смысла но дорого реально дорого вам легче просто точно также вымогать и когда все караваны эти из торговых ларков будут пустыми это не страшно атакуют вымогаете караваны не атакуют живете пока караван доедет вот и все пока именно нужно мне было использовать башни на нескольких картах на которых изначально создатели карт так подумали или драконы рано прилетают или там будет квест в котором дракон неубиваемый первой половине игры супер дракон то тогда ставишь башню на нее отвлекается и меньше жжет ваших солдат потому что вы его убить не можете и скрипт его присылает или полетать некоторое время или получить некоторый урон хотя он не проходит или убить некоторое количество героев что-то такое ну короче если вы ставите башню башню долго-долго жжет она по нему и стреляет в итоге жжет крестьян которые приходят ее чинить и улетает и и наносит вред вашей экономике потому что у нее массовая площадная спелл огня и сгорают ваши сборщики на лоб вот там точно башня нужно во всех остальных случаях особенно эксперте ну не стоит она потерять их денег при особой неудачности один тролль башню разбирает если не будет чинить не прибегут защитники как удобно и не повезет этому охраннику тролля задержать надолго поэтому а стоит она давайте посмотрим 570 апгрейд на стрелы там что-то 300 уже 800 445 улучшение 1200 в чем вы говорите это уже можно построить гильдию и несколько героев так по моему варвары не мешают да кстати я забыл упомянуть эльфы появляется если у вас есть таверна поэтому не забывайте идет до можно ускориться это было что ой 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 я забыл что начале игры сам же отметил здесь все будет просто это быстренько и пройдем конечно сочетание эльфов и варваров что-то с чем-то у вас полно денег но к сожалению не дали полно денег и вот не дали на этой карте или уровень уже башни замка для них то ли на втором много денег дают вам возможность часто делать ярострома кстати никто так и не написал все отсылки которым я прошлом видео обратился обыгрывая фразу ярость рома ладно делаем уже греки всего подряд хотя по факту это неважно дело в том что не неважно они нужно начале игры еще первого уровня что-то могут купить герои уже второго уровня улучшения кузне и тому подобное им нужно заработать много денег это значит что они должны победить во многих боях и не умереть дождите одни цветов были что монахи хороши если они прокачались до 8 уровня и вы их подлечиваете вот этим вот этим заклинанием при таких условиях почти все боевые классы очень хороши варвар хорош в таком случае он 8 уровня то тот еще зверь а урон и такой что он быстрее врага убивает чем враг его паладин вообще зверь при восьмом уровне он уже все все поодевает можно интеллект качается и он очень быстро бегает короче вообще самые лучшие бойцы как вам понравилось или не нравилось это те которые быстро бегают изначально самый лучший в этом плане адепт варвар неплохо ходит и паладин очень быстро бегает потому что получается что за примеру тот же игровой день он успеет больше пробежать больше убить сильнее прокачаться и если нужно больше раз быть на базаре кузне то есть мне будет больше шансов что он купит какие-то вещи что он купит что у нее будут зелья а монах очень тормознул ну нет смысла прокачивать прокачали значит вам еще придется ходить и каждый раз прокладывать скоростью но в таком случае я намного больше люблю брать рыцарей разлома то есть это войны которые появляются вместо паладинов если мы строим храм феруса и вот эти ребята хоть и не тормознуты стоит любых вложений них огромное количество жизни из это огромное количество жителей на восьмом уровне на один на один раздает дракона плюс у него есть смертельный удар еще по этом свойства ну по-моему не за один раз убивает хотя об этом написано но урон проще огромный и вот этого толстенного мощнейшего воина намного больше смысл ускорять и лечить а лечить это вообще сказка потому что вы видите лечение 200 по у него жизни там будет под 100 120 на восьмом уровне то есть вы за одно лечение в основе 120 жизни их опять нужно мучиться врагу снимать поэтому это интересное ну да ничего не выстроены воинат ладно не не нужны поэтому интересно это добавка условия что вы следите за героями прокачиваете его очень сильно расширяет возможный список солдатов которые на восьмом уровне будут хороши по примеру воин вроде кажется хороший у него броня есть сила качает это можно раскачать но из-за его медленности толку с него не будет никогда в сравнении с паладином один два раза быстрее бегать ну и вообще смысл игры же не в том что вы за каждым солдатом следили пытались вылечить тем более если карта эксперт у вас не времени не и лопасти рук не хватит да мы не можем похвастаться лопасти рук еще что там да здесь есть есть какая-то сказка уверен старые зрители взрослые зрители а старые подписчики знают о чем я говорю о такой песне все кажется все что можно посмотрели и поделали тогда давайте разбираться а еще третий уровень также здесь вот советовал искать их кстати сотни врагами вроде троллей награды чтобы быстрее убили во-первых нужно следить во-вторых нужно терять время искать в третьих это потери денег да есть смысл в этом если вы его время заметили вы в это время ничем не занимаетесь а так я этим не занимаюсь здесь как он говорил в уме американский генерал как он говорил они помнят что-то вроде того что войска выигрывают бой войну выигрывает логистика вот в этом симуляторе королевства это сто процентов рай еще раз повторюсь есть миссии в которых действительно есть смс вот одного солдата прокачать сидеть за его судьбой подкачивать его и он решит обычно это на карта где против вас тут и сильный враг в таком случае подбегает какой-нибудь ведьмак демон чудовище и тому подобное берете рыцаря разлома самого высокого уровня который прокачался берете его так вот как сейчас у меня бегает видите ручник под контроль и постоянно периодически подлечиваете кидаете на него защитное закинание он достигает уровня десятого встречается с злобным злобным врагом и вы просто его иногда подлечиваете и он один на один зарубит если не он зарубит так он будет танковать пока прибегутся остальные разберутся смотри если этого не делает то обычно это монстры маги или очень сильно немного нарубят героев хотя это тоже не важно а вот миссия где куча врагов куча волн нет совершенно вам никакого смысла следить за солдатами вам нужно создать мощную экономику кучу солдат дать им возможность вооружаться одеваться вот вот сейчас есть смысл это так что у него накинулись несколько сразу солдат это не не очень захотел этим заниматься потому что враг сильный варвары те накинутся не глядя а воры воры и не очень-то хотят рисковать а не любом ключе нужен был третий уровень в арену и все очень пройдет время ну вот когда не видеть что их много не накинулись из-за любви вот исходя из этого всего что у нас сложных миссиях нужна экономика много войск войска должны легко восполняться и все время вооружаться у вас выходит на первое место то о чем я говорил подбирать юнит который будет выживать в данном случае получим лучше всего адепт паладин тоже хорош но очень дорог он быстро качается быстро бегает и самое главное что мне нравится его всегда спасает он очень технично убегает из битвы то есть если он скрип у него сработал нормально и он вовремя хочет убежать его никто не догонит примеру тот же вор вроде бегать быстро но его часто он убегает пусть никто достает адепт лунорда почти и почти всегда убежит если убежит значит выживет на 2 на 3 уровня на 4 дойдет до 6 8 уже почти не убивает он кольцо по предзащите и тому подобное готово ваше величество мы на пути строительства светлого будущего ваша мать и последняя королева гордилась бы вашими делами ну вот такие вот отвлеченные размышления мои пока легкие карты на сложных это уже будет не так ну что ж надеюсь вам понравилось ставьте лайки комментарии подписывайтесь я с вами прощаюсь пока